Дарья Судрева В Диспансере построят новый корпус за 4,5 млрд рублей. Димитровградские борцы показали лучшие результаты. Выходные в Ульяновске прошли по деловому. В этом году Совет региональных местных властей и сообществ собрал еще больше участников. Главной темой сессии стали вопросы контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления в свете предстоящей реформы в Российской Федерации. Подробности в нашем следующем сюжете. Совет региональных местных властей и сообществ является не просто брендом Ульяновской области. Масштабное мероприятие давно вышло на федеральный уровень. За счет того, что на Совете традиционно поднимаются наиболее актуальные проблемы местного самоуправления всех субъектов страны. В Ульяновске состоялась 19-я по счету сессия. Эксперты главы муниципалитета в этом году пытались определить роль органов местного самоуправления в общей системе государственной и публичной власти. Когда с ног на голову переворачивается история с реализацией полномочий, мы, к сожалению, видим это в очень многих сферах. И через это выхолощивается, по сути дела, институт местного самоуправления. Вместо того, чтобы решать проблемы жителей, мы заставляем органы местного самоуправления заниматься пустым бумаготворчеством, отписками. О том, что органы местного самоуправления давно нуждаются в серьезной корректировке и реформировании, неоднократно говорил и сам президент Владимир Путин. На одной из площадок подвели предварительные итоги реализации нацпроектов в регионах. Многие отметили, что в целом непонятна роль муниципалитетов в реализации 12 стратегических задач. Если мы говорим про национальные проекты, то мы должны понять место органов местного самоуправления, как они будут их реализовывать. Если федеральный уровень понятно, региональный понятно, опять же, на местном, на местах это тоже не совсем понятно. При заключении каких-то контрактов по 44-му федеральному закону в муниципалитетах отсутствуют специалисты, которые конкретно разбираются в этой теме, которые курируют эту тему. И счетной палатой было отражено, что при заключении вот этих контрактных контрактов специалисты должны именно это фиксировать, проверять, насколько это нужно, насколько это действительно необходимо. Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по бюджету финансовым рынкам Сергей Рябухин акцентирует внимание на другой проблеме в части реализации нацпроектов. Связано она с недостаточным и несвоевременным финансированием регионов. Эта претензия, со слов Рябухина, доведена до кабинета министров страны. Надо было, во-первых, показатели, скоординировать показатели национальных, на федеральном уровне и на региональном. То есть такая декомпозиция должна была произойти, вот этот процесс затянулся, неоправданно затянулся. Во-вторых, сбои по срокам финансирования. Обширно обсуждалась на круглых столах Совета система обращения с ТКО, получившая в Ульяновской области название реформы чистоты. И снова во главе угла деньги и неучтенные на федеральном уровне интересы муниципалитетов. Опять-таки упираемся в деньги, будь то создание самих контейнерных площадок, обустройство их, будь то ликвидации мест, не санкционировать наших площадок, которые полно на территории наших почти муниципальных образований. Федеральных экспертов настораживает еще и тот факт, что 1,5-я часть Ульяновской области до сих пор не перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Хорошо, что Ульяновская область подготовила новую территориальную схему. Она на днях была утверждена. Мы территориальную схему обязательно обновленную рассмотрим и изучим, потому что к предыдущей территориальной схеме у нас были вопросы. Хедлайнером 19-й сессии стала тема контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. Обширно вопрос обсуждали на пленарном заседании. Губернатор Ульяновской области выразил мнение, что эта деятельность должна быть современной, рискориентированной и доброжелательной. Никому не нужны проверки ради проверок. Еще раз говорю, понимала, что в конце по результатам проверки должно выходить не штрафы в миллионы рублей, не желание кого-то напугать своей репрессивной машиной, а прежде всего, конечно, позволяло выявить причины, условия, которые способствовали появлению того или иного нарушения и помогало устранить эти нарушения, чтобы их больше не было. Сергей Морозов принял ряд решений, одни из которых просил вынести на федеральный уровень, а другие решения должны найти применение непосредственно в регионе уже в ближайшее время. Так, ступившись за местную власть в части ее неспособности решать многие проблемы одним щелчком, губернатор инициировал внесение изменений в кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. Следует при решении дела об административных правонарушениях обязательно устанавливать во-первых, факт наличия своевременного обращения органов местного самоуправления с предложением о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий, ну и во-вторых, факт выделения или не выделения бюджетных средств на рассматриваемые в деле об административном правонарушении цели. В части недостаточного финансирования муниципалитетов Морозов также просил подготовить предложение от региона и предоставить его правительству и федеральному собранию. Этот вопрос при всех наших стараниях и на федеральном и региональном уровне пока не решен. На последнем заседании Совета при президенте по развитию местного самоуправления в Кирове было отмечено, что дальнейшее укрепление экономической и финансовой базы муниципалитетов и их бюджетной самостоятельности один из приоритетов нашей государственной политики в сфере развития муниципалитетов является как раз решение этой очень злободневной проблемой. На местном уровне Морозов дал поручение разработать доктрину развития муниципальных образований и региональную стратегию развития органов местного самоуправления. Ринат Альулова, Юрий Конихин, Новости Уллправды ТВ. Эксперты высоко оценили работу Ульяновской области в реализации проекта укрепления общественного здоровья. О развитии ЗОЖ шла речь на первом региональном тематическом форуме. Обсудили роль межведомственного взаимодействия в системе общественного здоровья, сохранении трудового потенциала, профессионального здоровья и долголетия. Избавление от вредных привычек только одна составляющая борьбы за здоровье нации. Вторая – утверждение здорового образа жизни в качестве нормы. Это и массовое распространение ЗОЖ, и создание всех необходимых для этого условий. Об укреплении здоровья жители Ульяновской области говорили на первом региональном тематическом форуме. Говорили о пропаганде ЗОЖ не только сами медики, но и главы районов, специалисты по физической культуре, депутаты и общественники. Ульяновская область стала крупнейшей региональной сетью Российской ассоциации здоровые города и поселки. Ее участники – все муниципальные образования, что позволяет им обмениваться лучшими практиками с другими регионами и представлять свой опыт. Ваша территория – одна из, наверное, единственных Российской Федерации, где все муниципалитеты вступили в ассоциацию здорового города, район и поселки. У нас для сравнения просто. У нас одна территория, в этом году вступит еще семь. У вас все. Вологодская область, откуда все начиналось, они тоже пока все не участвуют в работе своей ассоциации, которую губернатор их собственно и создал. На форуме провели заседание Межведомственного координационного совета в сфере охраны здоровья граждан. Из позитивных итогов за 9 месяцев этого года детская смертность в Ульяновской области снизилась на 33%. На тысячу родившихся приходится 3,8 случаев смерти, тогда как в России 4,8. Далеко, наверное, не все верят, что здоровый образ жизни и вообще в целом это направление является главенствующим. Мы так уж честно можем сказать, что если сейчас проявить некую строгость, то увидим о том, что и здесь есть люди, которые могут себе позволить сварить не один литр самогона. На форуме также обсудили реализацию регионального проекта «Общественное здоровье», который входит в национальный проект «Демография». Основными национальными целями в указе президента Владимира Путина являются повышение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 2030 году. Анна Тищенко, Новости, Улправда ТВ. Губернатор Сергей Морозов встретился с лидерами ученического самоуправления. Главу региона интересовал свежий взгляд на действующие и будущие законы Ульяновской области. Что принял во внимание губернатор и что сам предложил школьникам, расскажет Рината Алиулова. В 150 школах Ульяновской области существуют органы ученического самоуправления, созвучные с государственными формами правления. Это Школьная республика, Школьная дума, Совет гимназии, Совет старшеклассников. Ребята участвуют при выборной гонке, выдвигают свою кандидатуру на пост президента, назначают министров. В этом году гимназия номер 44 в Ульяновске отметила 21 год со дня создания Школьной республики Городорика. Директор учреждения образования Лидия Жуковская-Латышева отмечает, ученическое самоуправление прямым образом отражает систему наставничества. По крайней мере, по такому принципу эту деятельность они организовывают у себя в гимназии. Я считаю, что это очень важно, что взрослые наставники бывают тех, кто лидеры. Их тоже надо научить. Им нужно помочь, стать, утвердиться, найти себя этим лидером. И поэтому у каждого и у премьер-министра, и у президента, и у членов правительства у всех есть свой советник. В одном из старейших школьных государств на днях встретились лидеры ученического самоуправления со всей Ульяновской области. На двух основных площадках президенты и премьер-министры школ поднимали актуальные для себя вопросы и говорили о возможном совершенствовании существующей системы управления. Мне кажется, что в школьном самоуправлении должны задействовать как можно больше ребят. То есть, когда самоуправление будет довольно-таки объемным, то есть там будет много людей, то только тогда она будет реально эффективна. Однако за столами дискутировали не только на детские темы. Школьники-лидеры обсуждали последние тренды, выдвигаемые правительством Ульяновской области как у себя в регионе, так и на федеральном уровне. Жаркие дебаты, конструктивные решения из узкого круга вылились в широкие массы. Мы понимаем, что ребята – это будущее нашего региона, им жить в нашем регионе, и мы хотели услышать их мнение по таким серьезным темам, как закон о статусе педагога, закон о молодом специалисте, благоустройство территории, оформление школ. Главным слушателем и критиком для ребят стал губернатор Сергей Морозов. Но прежде чем выслушать ребят, глава региона сам выступил с предложениями. Я вот сейчас говорю о том, что давайте мы переведем, уйдем от традиционных, так сказать, четвертей, скажем так, пять недель учимся, шестую отдыхаем. Значит, давайте мы пообсуждаем вопрос о том, чтобы вы не к 7, к 30, к 8 часам бежали в школу, а может быть, занятие, например, для старшеклассников или для младшеклассников начиналось позже. По итогу встречи губернатор отметил несколько интересных идей, которые, по его словам, вынесет на суд своим коллегам. В частности, школьники предложили страховать молодого специалиста при первых шагах в профессии. Еще одна инициатива, которую отметил Сергей Морозов, касается дополнительного благоустройства рабочего пространства вокруг специалиста. Они будут работать с хорошим настроением, ну, а значит, они когда будут зарабатывать хорошие деньги и в том числе выполнять те плановые задания, которые стоят перед компанией. Поэтому, Илья, спасибо огромное. Классная идея. Надо, конечно, научиться развивать это направление. Глава региона еще долго не мог попрощаться с лидерами школы и изъявил желание встретиться с ребятами еще раз. Рината Леулова, Юрий Конихин, Новости Управды ТВ. Нынешняя неделя посвящена нас проекту здравоохранения, поэтому аппаратное совещание решено было провести в областном онкодиспансере. Губернатор Сергей Морозов отметил, что в учреждении будет построен новый лечебно-диагностический корпус стоимостью более 4,5 миллиардов рублей. Строительство начнется в 2021 году. Финансовые средства должны быть заложены в региональном бюджете. Также обсудили качество общественного транспорта. Вопрос, волнующий всех жителей региона. Принято решение о создании нового органа государственного надзора региональной транспортной инспекции. Подробнее о ходе аппаратки расскажем в следующем выпуске новостей. Еще не приняли, но уже определились. Ульяновские парламентарии решили, на что пойдут дополнительные средства бюджета 2020. В малом зале прошло подписание соглашения по бюджетам между региональным правительством и фракциями законодательного собрания Ульяновской области. Подробнее у Натальи Чумаченко. 20 ноября в законодательном собрании во втором чтении будет рассмотрен областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Так, по основному финансовому документу доходы области на 2020 год сформированы в общей сумме 60,4 миллиарда рублей. Расходы предусмотрены в общей сумме 61,3 миллиарда рублей. Однако уже известно, что в следующем году региону будет выделена дополнительная дотация с федерального бюджета в размере 2 миллиардов 130 миллионов рублей. В преддверии второго чтения бюджета правительство региона подписало с фракциями парламента меморандум по основному финансовому документу области и направлениям расходной части. Планируется подписать соглашение с рядом фракцией в законодательном собрании. Это уже становится хорошей традицией, поскольку мы понимаем, что бюджет это живой организм, по сути происходит постоянное его совершенствование, пересмотрение, перераспределение финансовых средств в зависимости от приоритетов. И мы нашли те принципиальные направления, которые были отфиксированы в проекте данного соглашения. Самое главное направление, которое сегодня требует средств, и с этим согласились все депутаты, здравоохранение. Миллиард рублей будет выделено развитие медицинской системы, в том числе первичного звена на лекарственное обеспечение граждан, на погашение кредиторской задолженности ряда медучреждений. Еще два не менее важных направления инфраструктура и ЖКХ. Благодаря, скажем так, тому, что мы достигли соглашения с правительством, дополнительные средства на сверху ЖКХ выделяются. Средства немалые. Это 200 с лишним миллионов рублей. Сумма приличная. И в итоге у нас впервые за последние годы, за все годы, еще говорить, бюджет системы ЖКХ перевалит за миллиард. Мы подписали соглашение, что те вопросы, которые я как депутат, в частности, газификации в моем округе села Крутовки, там 8 миллионов требуется. То, что они будут выполнены. И надеюсь, что эти соглашения как раз сдвинут ситуацию с мертвой точкой, в частности, по этому вопросу. По словам депутата Дмитрия Грачева, фракция ЛДПР выступает за решение первоочередных проблем граждан, связанных с жилищной и строительной сферой. Переселение людей из аварийного жилья, решение вопросов по квадратным метрам у детей-сирот и дольщиков. Наша фракция предлагает увеличение таких значимых, на наш взгляд, программ, как переселение из аварийного жилья, это более чем на 100 миллионов рублей, это обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, плюс 30 миллионов рублей, что позволит купить еще несколько десятков квартир. Здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, газификация, водоснабжение, транспортная доступность сегодня важная тема для общества. Но, по словам депутатов от фракции «Единая Россия», не стоит забывать другие направления культуру, образование, спорт и другие. То есть наши креды, подчеркиваю, не отнять и поделить, как некоторые говорят, вот заберите с этого министерства, заберите отсюда, здесь оголите ситуацию, перебросьте туда, а именно добавить. И у нас это на сегодняшний день получается. Но почему не подписали соглашение? Потому что нам, прежде чем подписывать соглашение, необходимо выйти к населению, нам необходимо прийти в коллективы, в те трудовые коллективы, которые предлагаются в проекте, будь то больницы, или школа, ремонт, или дорога, или муниципального образования правительству выполнить и сделать в 2020 году. Мы хотим убедиться, что эти виды работ, которые сегодня предлагаются, они крайне необходимы. По словам Василия Гвоздева, единороссы решили взять паузу еще раз перед принятием бюджета, проработать наказы избирателей, встретиться с людьми, а уже затем подписать соглашение, взвесив все за и против по распределению дополнительной части главной казны региона. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управда ТВ. Семь золотых, две серебряных и семь бронзовых наград взяли димитровградские борцы на открытом городском турнире по греко-римской борьбе. Соревнования проходили в Димитровграде 16 ноября в ФОК Победа и были посвящены памяти заслуженного тренера России Александра Леонтьева. Открытый городской турнир по греко-римской борьбе памяти Александра Леонтьева проходил в Димитровграде в девятый раз. Традиционно принять участие в соревнованиях приехали сильнейшие борцы со всего Поволжья. В соревнованиях принимают 8 городов Ульяновска, Новая Малыкла, Сызрань, Зеленодольск, Казань, Оренбург, Димитровград. Количество участников 159. Наш турнир по счету девятый, открытый. На следующий год он будет юбилейным, десятым. Надеемся, что участников будет еще больше и с каждым годом этот турнир только будет все набирать и набирать обороты. Популяризация олимпийского вида спорта греко-римской борьбы – вот основная цель проведения данного фестиваля. Также турнир – это дань памяти известному тренеру Александру Леонтьеву. Я его очень хорошо знал. Мы вместе начинали судейскую свою карьеру. Был очень хороший, уважаемый и судья, и тренер, и организатор. Борцы выступали в 16 весовых категориях. Спортсмены молодые, но борьба серьезная. Итог – димитровградцы показали лучшие результаты. У победителей свои секреты ведения борьбы на ковре. Чтобы выиграть победу, достаточно всего 30 секунд. 5 секунд на сближение, остальное поймать по соперника и выиграть, и положить, и все. На ковре самая главная техника – показать свою борьбу, что ты можешь, что ты делаешь, и победить схватку. Семь бронзовых, две серебряных и семь золотых медалей пополнили копилку димитровградских борцов. Татьяна Елисеева, Виталий Невов, специально для Управды.ру из Димитровграда. Хорошая новость пришла из Жадовского монастыря к Союзу Барышской, Кузнецкой, Симбирской епархии, а также десантников, разведчиков из Ульяновска. В плане воспитания патриотической молодежи присоединилась вновь образованная Тольятинская епархия. Накануне прошел слет на базе обители. Утренние литургии в Жадовском монастыре. Бок о бок молятся и прикладываются к чудотворной Жадовской Казанской иконе Божией Матери ребята из военно-патриотических клубов Барышской, Кузнецкой и Тольятинской епархий. Ведь наставники привезли их в обитель в первую очередь помолиться и приложиться к чудотворной святыне. У нас сегодня, конечно, страйкбольная игра, но в основном хотели бы, чтобы они уже приняли как-то участие в духовной жизни в Тольятинской епархии. И нам очень понравилось, ребятам все понравилось. Они сегодня сходили на службу. Здесь нам все очень нравится. В принципе, все хорошо. И надеемся на дальнейшее сотрудничество вот именно с Жадовским монастырем. Питательный обед в монастырской трапезной и все отправляются на полигон. Местом игры в страйкбол уже по традиции были выбраны руины старинной румянцевской текстильной фабрики. Судья соревнований Андрей Мартышов проводит подробный инструктаж по технике безопасности и рассказывает сценарий игры. В этом году осенние соревнования назвали сталкер-альтернатива. Ее сценарий очень сложный, в первую очередь в интеллектуальном плане. чтобы ребят, участвующие в игре развивали свое мышление, то есть интеллект не как стенку на стенку раньше мы штурм, оборона, а здесь немного индивидуальный, то есть вроде как и группа, а вроде как и сам за себя, чтобы под пули, то есть под шары не лезли. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Обязательный на таких турнирах молебен. 54 участника делят на три команды и отправляют на их секретные базы. Задача каждой команды захватить реликвии двух других. Благодаря сценарию стычки были скорее случайными. Участники старались не ввязываться в открытый бой. При обнаружении соперника его было легче ликвидировать гранатой. Взамен двух запланированных часов игра продлилась три. Однако победителя так и не удалось определить. Но главное, как говорится, участие и соработничество всех православных клубов во имя хорошего дела. Это радостно изначально. И смешанные генноборства при пересвете и страйкбол затевались с той целью для вовлечения молодежи и для общения между епархиями и православными клубами. И спустя какое-то время можно сказать, что плод делу есть. Это, конечно, очень радует. Как ни печально, но это последняя игра в этом году. Следующая пройдет уже зимой. Хотя общение между мальчишками уже налажено. Ребят, всем спасибо за игру, что приехали. В Большом зале Ленинского мемориала в рамках фестиваля «Осенние гастроли» выступил Государственный Академический Орден Дружбы Народов ансамбль песни и пляски донских казаков художественный руководитель Александр Буйвол. Основой концертных программ коллектива стали народно-песенные традиции Донского края. В Ульяновске ансамбль песни и пляски донских казаков представил новую программу «Едут-едут по Берлину наши казаки», посвященную предстоящему юбилею, 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ульяновск стал третьим городом, где ансамбль показал ее. «Та программа, которая будет сегодня, это программа для нас эксклюзивная. Мы крайне редко поем авторские песни и это дань этой дате этому событию, которое будет праздноваться в следующем году. А вообще наш коллектив, конечно, это традиционные казачьи песни исполняет и программы, они все построены на репертуаре донских казаков». Основой концертных программ коллектива являются народно-песенные традиции Донского края. Могучая лирика казачьих песен – захватывающие пляски, которые создавались с учетом характерных особенностей хореографической культуры Дона. «Та коллектив» коллектив был создан в 1936 году. На протяжении многих лет его художественным руководителем был народный артист Российской Федерации Анатолий Николаевич Квасов. Ныне ансамбль носит его имя. А художественным руководителем ансамбля сегодня является Александр Буйвол, ученик Квасова и достойный его преемник, который продолжает дело, начатое учителем. «Больше 20 лет проработал солистом ансамбля с Анатолем Николаевичем плечом друг с другом. Время постарел, ушел от нас. Мы чтим его память и продолжаем его дело. Его супруги Раисы Ивановны, она была хроместер нашего коллектива, ездили в экспедиции, собирали очень много материала. До сих пор еще некоторые даже не расшифрованы есть у нас бобины. Там столько, действительно, Наталья Николаевна, на всю жизнь хватит и на нашим потомкам. Вот так они трудились. На сцене Ленинского мемориала прозвучали не только песни донских казаков, но и знакомые всем песни военных лет. Ульяновский зритель очень тепло встретил ансамбль. Каждый номер ансамбля донских казаков сопровождался аплодисментами. Ирина Антонова, Новости Управда ТВ. 19 ноября в Ульяновской области ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура днем составит 4 градуса тепла, ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год Годом театра. Проект Театральное Приволжье реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер от 1 до 14 у студенческих от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30 20.30 и 22.30 а также на информационном портале уллправда.ру До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков, агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова